Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа Квартирник. Я не знаю, как насчет рекорда Гиннеса, но то, что те ребята, которые пришли сегодня ко мне, точно установили рекорд нашей программы, нашего квартирника. Ни один исполнитель, ни одна музыкальная группа не была у меня в гостях три раза. Эти ребята сегодня сыграют и для нас, и для вас, сыграют это в третий раз. Это объясняется не только тем, что мы давно знакомы, тем, что мы дружим, а тем, что мне, и я надеюсь, очень и вам, наши дорогие друзья, нравится музыка, которую играют и делают эти ребята. Группа «Зеркало». Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Привет, ребята! Алексей, Илья, Иван и Василий. Я думаю, что наши постоянные телезрители прекрасно помнят и первое, и второе выступление. Уверен, что у вас уже есть поклонники в городе Видное. Те, кто это сейчас слышит, 541-2540, телефон прямого эфира. Если даже вы захотите задать какой-то вопрос конкретный, там, не знаю, ребята, какие ваши творческие планы, то звоните просто, давайте пожелаем этой команде какой-то, не знаю, удачи, хорошего продюсера, больших площадок, и чтобы все у них получилось. Потому что та музыка, как я уже сказал, это действительно, ребята, то, что вы делаете, мне очень и очень безумно нравится. И чтобы мои слова не ушли, да, не ушли в пустоту, давайте сразу настроим наших телезрителей на тот лад, на ту музыку, которая будет сегодня звучать. Итак, друзья мои, группа «Зеркало». «Зеркало» Окно высоко, мое над землей, Я вижу только небо с вечерней зарей. И кажется, небо таким бледным, пустым, Оно нет, не сжалится над сердцем моим. Увы, я в печали, в безмерной тону, Что неведомо мне, стремлюсь я к тому. И это желание откуда пришло, Не знаю, но сердце ждет чудо, что произошло. «Зеркало» О, пусть будет то, чему не бывать, Все ж чудес обещает мне небо опять. Но плачу без слез, что нарушил обед, А мне нужно лишь то, Чего на свете нет. Увы, я в печали, в безмерной тону, Что неведомо мне, стремлюсь я к тому. И это желание откуда пришло, Не знаю, но сердце ждет чудо, Что произошло. Солнце уж скрылось за облака, за синеву, А ты так близка и так далека, Чудесная тайна, в которой, В которой живу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каждый раз не устаю я, не устаю повторять, Не устаю повторять, что мне безумно нравится, ребят, правда, то, что вы делаете. Я, насколько я понимаю, что сегодня мы услышим все новые песни. Я прав? Ну, практически новые песни. У нас есть сегодня такие сюрпризы. Во всяком случае, сегодня будут песни те, которые не звучали у нас в предыдущих эфирах. И так еще раз, нам есть что показать, во-первых. Во-вторых, очень приятно, что ты нас позвал к себе в гости. Нам это безумно приятно. Спасибо. Я думаю, каждый отдельно еще выскажется на эту тему. И спасибо большое тебе. Спасибо большое. Знаешь, я вот что хотел спросить. Как долго работаете от одного материала к другому, от одного альбома до другого альбома? Сколько это по времени? Или абсолютно разное? Или что-то быстрее происходит, что-то медленнее? Это индивидуально. Потому что есть песни, которые почему-то по каким-то непонятным причинам, может, это связано с гармонией, с ритмикой, они идут быстрее. А есть песни, которые просто застревают у нас. И мы откладываем, потом возвращаемся. Вот первая песня, которая прозвучала, называется «Окно». Вот почему мы с нее начали. Когда мы только давно, 10 лет, начинали играть, эта песня у нас была постоянно в репертуаре. Эта песня на стихе Зинаиды Гиппиус. По мотивам стихов. И мы сейчас, наверное, полгодика назад опять вернулись к этой песне. Мы хотели ее показать. Тогда такой вопрос. Эксперимент, да? Эксперимент, эксперимент, эксперимент. Вот если вспомнить первые самые песни, которые вы вместе играли, как только собрались, и, если брать отправную точку, сегодняшний день, как этот эксперимент проходит? Много наэкспериментировали? Пробовали? Со звуком играться, играться со словами, еще там. Вот расскажи вот этот путь экспериментов. Этот путь, во-первых, очень интересен. Да, я понимаю. Он очень безумно интересен. Это действительно эксперимент. И мы идем по пути того, что мы чистим материал. То есть, скажем, те песни, которые мы играли, вот еще несколько лет назад, мы уже играем по-другому. Мы играем эти песни проще, более, может быть, груисто. Есть такое понятие у музыкантов «грув». То есть, мы сначала ищем грув и все лишнее убираем. То есть, сначала, когда мы играли, мы ввалили все. То есть, там и гитары у нас, и мандолины, и скрипка, и все-все-все. И бонги там были, да? И бонги, и все-все-все, да. Да, много. То есть, получался такой мощный такой звук. Десять дорожек, как минимум, да? Да, сейчас мы идем от обратного. Мы, наоборот, чистим. А вот мы, кстати говоря, не идем от обратного, потому что мы работаем для наших телезрителей. А им уже и слово пора давать. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Тезка. Вот, и смотрю концерт прекрасной группы «Зеркало». Спасибо. Да, спасибо. Но есть некоторый парадокс. Если бы я не познакомился с Василием Спиридоновым однажды, я бы даже не знал существование такой группы в нашем городе. Вы вообще когда-нибудь выступаете? Какие-то концерты, какие-то афиши или еще что-нибудь? Вот вы знаете, сейчас, ребята, ответят на ваши вопросы, а я просто соглашусь с вами, что если бы я не познакомился в своей жизни с Василием Спиридоновым, то, возможно, тоже, в общем-то, и не знал бы о группе «Зеркало». Поэтому все в этом мире взаимосвязано. То же самое, как вопрос, прошу отвечать на вопрос нашего телезрителей. Начну ответ с того, что если бы я не познакомился с Василием Васильевичем, мы бы здесь просто не оказались. Да, это первое, да. Концертов сейчас у нас мало. Случилось так, что мы прошлым летом, наконец-таки, мы записались на студии, такой хорошей, дорогой студии. И сейчас мы сводим альбом. У нас в планах сейчас на лето еще записать клип с хорошей кинокомпанией, которая очень серьезная, называется «Монстр ТВ». Директор этой компании Сергей Цыпис, который, в общем-то, звукорежиссер, я с ним познакомился, он и сводит нам этот диск. И вот помнишь, на прошлой передаче любимая песня, где мы чуть лжанули вначале, называлась «Дальняя дорога», «За облака», другое название. Вот на эту песню мы будем писать клип. Она немножко неформатная, по меркам, скажем, «Москому СТВ». Но вот почему-то Сергей на этой песне остановился. И будем серьезно, по-взрослому, снимать клип. Так бы слушал бы и слушал бы. Но давайте уже поиграем. Давайте уже поиграем что-нибудь. Ребята, у нас есть микрофон, поэтому, да, сейчас мы сыграем, и потом давайте вместе со всеми пообщаемся. А то у нас, я знаю, Алексей может говорить часами. В этом мы, наверное, и похожи, поэтому и взаимоотношения установились. Мы хотим сыграть... Мы на прошлой передаче обещали поиграть немножко инструментальной музыки. Да. Мы сейчас сыграем инструменталочку. Это наша старая такая, очень такая симпатичная, рекламирую, вещь. Она называется «Картинки на воде». Угу. Играет музыка 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 А сейчас, Василик, хорошо, что ты взял микрофон Потому что вопрос к тебе сразу будет Вот ты знаешь, ну это мое мнение Абсолютно Играет музыка Вот так я себя назову Ну, как правило, я привык, что барабан Это, как правило, ритм Это тым, 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 бочка, два удара Все, у нас чарлики поработали А тут, как я понял, Алексей Ты же автор — Нет, это совместное. — А, это совместное. Ну, тем не менее. Тут совместное творчество заставило тебя. Я видел, я смотрел на тебя, и ты по этим тарелочкам разливался во всем этом. — Называется перкуссивное. Как будто на перкуссии. — Да-да-да. Вот скажи, ты получаешь от этого самоудовольствие такое? — Ну, конечно, Олег. Иначе я бы, наверное, здесь бы не присутствовал. Большое удовольствие получаю. Это, во-первых, я бы сказал, во-вторых. А самое главное то, что лично для меня, например, такая музыка и особенно песни Алексея, они чему-то учат. То есть как будто в школе. Пришел на репетицию, как будто побывал в школе, в институте, еще где-то. И вот это ощущение, когда ты уезжаешь домой с концерта или с репетиции, оно, я бы сказал, правильное ощущение жизни возникает. То есть если долго не играешь, там неделю, две, месяц, то вот это ощущение теряется. Оно столько отрепетировать, сыграть концерт, то оно опять появляется. Это все вот благодаря Алексею и его песням, я бы сказал. А по поводу барабанов, как ты сказал, то, что вот раньше, ритм... Согласен, но времена меняются, видишь, и барабанщики... Ну, я имею в виду, юмахо, юмасо, и вот это вот все, та-та-та, 120 ударов в минуту, и, в общем-то, никакого полета фантазии. А тут ты прям... Ну, да, музыка разная, и поэтому в танцевальной музыке, в рок-музыке нужно по-разному играть, я бы сказал. Передавай, пожалуйста, Ивану микрофон. Иван, вот скажи, пожалуйста, ту музыку, которую сочиняет Алексей, или которую вы вместе пишете, вместе там что-то такое, вот скажи, насколько... Басовая партия, сейчас у нас, да, играешь на бас-гитаре, насколько интересна басовая партия, и вообще, вот скажи, какой музыки, в какой группе, вот тебе кажется, что в этой группе басовые партии очень, прямо, вкуснейшие? Есть такие исполнители? Ну, таких исполнителей слишком много, чтобы... Да-да, микрофончик, ага. Таких исполнителей слишком много, чтобы их перечислять, я, наверное, даже не рискну от настроения. Просто очень много... Ближе, ближе микрофон, ближе. Очень много хороших басистов, музыкантов играет. Я думал, меня спросят тоже, получаю ли я удовольствие, когда я играю на бас-гитаре, нет? Это все равно, что спросить, получаешь ли ты удовольствие, играя в группе «Зеркало». Ну да, вопрос провокационный. Если бы не получал бы, наверное, не играл бы. Правда? Ну, здесь никого бы не было, если бы не получали люди удовольствие. Да, согласен. Люди вообще, мне кажется, очень много делают только из-за того, что получают удовольствие, даже если не признаются. Передавай микрофон, Илья. Илья, у нас следующий. Кому я сейчас буду приставать с вопросами? Я бы хотел задать тот же вопрос, может быть, как и Ивану. Звучание гитары, мы все прекрасно знаем, есть там музыканты, я не знаю, в Пинк Флойде, которые ищут свой звук, они его находят. В Квинах, Брайн Мэй, вот это вот нашел звучание свое. Ты ищешь свое звучание, или ты его нашел и предложил это звучание Алексею? Да нет, я на самом деле нахожусь в поиске еще собственного звучания. То есть просто у меня появился дополнительный аппарат-примочка, да, аппарат-примочка, процессор, да, с помощью которого я пытаюсь разнообразить все эти звуки. Я просто столкнулся с тем, что, оказывается, гитара может играть звуками абсолютно, ну, почти что любого инструмента, да. И вот, с одной стороны, это огромные горизонты, не поздно, а с другой стороны, как бы получается, что столько еще неизвестного, и столько все нужно попробовать. Познавать, да. Да, познавать. Но то, что касается звука основного, я 7 лет играл на акустике, на акустической гитаре в группе «Бенгальский залив». Такая была группа, играл инструментальную музыку. Вот. И у меня уже мышление акустического гитариста. То есть я себя уже не переделываю. Даже когда Леша просит меня вжарить и сыграть что-нибудь на драйве дисторшне, все равно у меня это мышление остается. То есть у меня пальцы такие, у меня вот кожа такая. То есть я так чувствую. Вот. Но в этом плане я свой звук, конечно, нашел. Безусловно. То есть как бы вот нейлоновая гитара, вот прямой, чистый, честный звук. Я почему еще и спросил этот вопрос? Потому что когда перед этим, да, прозвучала композиция, я сначала не понял, что это, фонограмма зазвучала, да? Ну, самое начало. Бульки, бульки всякие. Да, 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 да. Они начались. Я не понял. Вроде у нас живая музыка, да. А тут какие-то бульки начались, что-то такое. А потом гляжу, ты там начинаешь это все, и все это происходит. Думаю, до чего техника дошла? Дошла. До чего техника дошла? Слава Богу. И мы доходим до каждого телезрителя, для каждого телезрителя, поэтому мы работаем ради них и поем сегодня тоже ради них. Поехали? Поехали, с удовольствием. Вася говорил о чувствах, а все наши чувства начинаются откуда? С детства. Да. Вот у нас есть такая песня о детстве. Называется она «Трамвай, десятый номер». Отлично. Многие, наверное, не знаю, как современные дети помнят, они нет такой стишок. Шел трамвай, десятый номер. Надеюсь, что помнят. Поехали. Раз, два, три, четыре. Ушел трамвай, десятый номер. Уехал в сторону УДЭПО. Обратно больше не вернулся. Трамвайчик детства твоего. Ушел, и скрылся в повороте, как исчезают поезда. Вдали на ми-минорной ноте. Туда, туда. Идет трамвай, десятый номер. Стучит колесами, стучит По неизвестному маршруту Без остановок долгих омочить. Через моря и океаны, Через большие города, Сквозь непроглядные туманы. Туда, туда, Где детство далекого Мерцает в теплый свет, Места, которого На карте взрослых нет. Висим, давай, Илья. Ваня, давай, Ваня. Василий Васильевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ваня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, 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 нет в ритме стука колес. Да. Ну что ж. Неплохо. По крайней мере, это что-то такое, это новенькое какое-то. Звучание. Потому что обычно первые наши вообще практически балладные такие варианты были. Потом мы немножко так это подусилили темпы ритм. А сейчас какой-то такой совершенно другой. Сейчас рок такой. Десна у нас у всех была веселая в интернете. Поэтому и песня такая. Хорошо. И раз уж мы вспомнили про детство, давайте не можем не вспомнить и про любимых женщин. Ты помнишь, да? Я помню. Ты помнишь, да? В том плане, что мы в седе передачи предыдущей мы говорили о том, что каждый человек или каждый музыкант, если уж конкретно брать конкретный случай, посвящали те или иные произведения. Ну не только музыканты. Я думаю, что все творческие люди посвящали любимым женщинам стихи, поэмы, что там романы писали. Сейчас в последних своих произведениях, которые вы написали, которые вы репетируете, которые вы играете, есть песни, которые относятся к слабому полу? Конечно, есть. И их немало. Немало, я прошу, я прошу про... Я к тому, что... Женщин любимых? Нет, я имею в виду песен. Я к тому, что, в общем-то, много наших песен, в общем-то, все наши песни, они, конечно же, о любви. И мне вот, моя половинка спрашивает всегда, слушай, когда ты мне напишешь песню? Я говорю, да я столько песен написал тебе, ты смотри, вот эта песня тебе, вот эта тебе. Ты знаешь, если так можно сказать, что, в общем-то, все равно все песни тебе. Мы сейчас здесь уже говорим о лирике, о том направлении, когда посвящаются те или иные произведения. А вот скажите, есть в интернете фотографии, где вы в каких-либо костюмах, каких-то исторических костюмах. Что это такое за проба пера? Расскажите поподробнее. Милюх, расскажи. Ты фотограф, пожалуйста. Ты фотограф, расскажи. Я, конечно, расскажу, но я сразу... Нет, вы же там все в костюмах. Да нет, дело в том, что, конечно, все. У нас был просто друг семьи, подружка нашего соло-гитариста Галина. Друг семьи, соло-гитариста, двоюродная тетя моего племянника. Грубо говоря, она придумала такую идею у нас переодеть в исторические костюмы. И у каждого много-много образов. И кто был кем? Кто был кем, но там нет. Нет, но на самом деле... А, то есть это не конкретно какие-то персонажи. Жанровые. Жанровые, да, да. Вот, там графское мунерование и так далее, там лордовское. Кто был поручиком Ржевским, сразу вопрос. И дело в том, что мне настолько... Некоторые образы подошли, что я себе поставил сразу на аватарки, туда-сюда. Они мне там висели много-много лет. Вот, то есть на самом деле... Это интересная идея посмотреть на себя стороны, как на персонажа, который жил в другую эпоху. Вот такой экспириенс. Мне кажется, это интересно, любопытно. То есть это ни к чему не обязывающие... Конечно. Просто вот захотелось и сделали. Совершенно верно. Тогда такой вопрос. Вот я сейчас беру в свои руки фотоаппарат. Ага. Так, это что это за фуджи? Или что это? Фуджи. Да? Фуджи. Вот у меня примерно такой был в классе втором или в третьем. Только он назывался вам ФЭД. ФЭД-2 у меня был. Почти. ФЭД, Фуджи. Да, да, да. И вот все одноклассники и одноклассницы были мной перефотографированы. Потом я сидел, все это проявлял. Как ты вот с этим работаешь? Или что, это рабочие? Я с этим... Так, значит, дело в том, что когда мы, собственно, собрались, я работал фоторедактором в журнале Кул. Молодежь. Да. И, значит, у меня были там съемки, репортаж. Репортажная, постановочная. Как мне все это знакомо? Я группу «Зеркало» все обснимал. Все репетиции, все концерты, записи в студии. Вот. Ходил, кстати, с большой камерой, с огромным объективом. Мне это все безумно нравилось. Потом я как бы перегорел, да, и вот приобрел себе такой небольшой фотоаппаратик шпионский, чтобы снимать там, ну, природу птичек, котов, как Вася любит, и свою семью. Вот, собственно говоря. Ну, это... Но он позволяет сделать то, что сейчас делают профессионально хорошие аппараты? Вполне. Вполне. То есть, ему хватает? Вполне, конечно. Отлично. Отдавай обратно. Я теперь, все, я теперь вот так вот буду, да. Повешу вот так сейчас себе и буду фоторепортером. Все, отлично. Мы общаемся или поем? Поем. Наверное, споем, раз уж затронули тему. Ну, если бы без Василия, мы его точно бы ни за что бы не спели. А многое спасибо. Споем? Отлично. Такая лирическая песня, немножко с грустинкой. И я с удовольствием эту песню вот отсюда посвящаю своей половинке. Спасибо ей большое за терпение и за все. За детей и за все. Дню еще недолго ждать, ночь готовится ко сну, А за нею мне отсюда убежать. От этих серых дней, от этих серых дней. В ту страну, где когда-то мы с тобой Жили, забыв про печаль. Где нежный голос позовет меня с собой И все же мне чего-то жаль. Ходей нагонит облака, Дождем на землю опустив, Я вернусь издалека. Немного загрустив Воспоминанье Немного загрустив По той стране, где когда-то мы с тобой Жили, забыв про печаль. Где нежный голос позовет меня с собой И все же мне чего-то жаль. Где та страна, Где когда-то мы с тобой Забыв про печаль. Где нежный голос позовет меня с собой И все же мне чего-то жаль. И все же мне чего-то жаль. Ну все. Фоторепортаж во время этой песни получился замечательный. И все же мне чего-то жаль. И все же мне чего-то жаль. Ну нам тоже. Илья, ты без микрофона. Да-да-да, микрофоны передаем. У нас, Иван, ты тоже подключайся В разговор-то. Я включил. Я очень много слушаю. Да? Ну правильно. Боже мой, какое же название? Blue Band Deluxe Blue Band. Вам что-нибудь говорит это название? Нет. Я не слышал такого. И мне оно ничего не говорит. Поэтому переходим сразу к другой теме. К другой теме нашего разговора. Мы говорили об инструменте. Мы говорили о звучании. А давайте еще поговорим и еще об одной. Не менее, а может быть, и с одной стороны, и более составляющей. Хотя разные исполнители делают упор на разные вещи. Это музыка и, естественно, слова. Алексей, все пишут слова или только ты? Я. Только ты. Это сразу вопрос Илье. То, что пишет Алексей. Можно охарактеризовать это... Пишу, что вижу. Пишу, что чувствую. Пишу, что знаю. Как можно охарактеризовать то, что пишет Алексей, стихи? Давай, давай. Да нет, ради бога. Я, на самом деле, с удовольствием поговорю о песнях, которые пишет Алексей. Потому что сам я пишу исключительно инструментальную музыку. Поэтому для меня чудо и загадка, как вообще люди пишут стихи, песни сочиняют. Для меня это, на самом деле, удивительный факт. Я за этим наблюдаю. Со стороны, как я понял. На мой взгляд, песни Лешины, это какое-то продолжение одной из веток русского рока. То есть это прямо, четко, доходчиво. Никаких особенных философских изысков. И даже если они есть, то они как бы не замысловатые, а как бы вот, пожалуйста. В этом плане мне, конечно, да. Да, ну и благодаря этому песни запоминаются. Они просты, лаконичны. Говорит человек, который много лет слушал Гременчикового аквариума. Потому что я сам люблю всякое такое заумье. Хорошо, тогда... Но с другой стороны, я почувствовал другую сторону, понимаете, когда соприкоснулся с Лешей. Хорошо, если мы говорили с Иваном о, может быть, не знаю, ну, кумир, наверное, это громко звучит. Кто из них бас-гитара, а кто в инструменталке? Есть какой-то человек, которому сказали бы, ну, вот этот человек... Да, конечно, такой человек есть. Я думаю, что ни одного у меня. Это Пэт Мэтт, он как бы гитарист, композитор и новатор еще. Согласен полностью, согласен. Да, он придумал огромное количество, там, звук собственный, какие-то там фишки с гитарами, с электроникой, механический оркестр, электромеханический оркестр, который играл вместе с ним. То есть человек просто... Да, и он безумно продуктивен, безумно работоспособен. То есть удивительно. Трехчасовые, четырехчасовые концерты человек отыгрывает. Тогда у меня сразу вопрос. Я не скажу, что я играю на гитаре. Я, скорее всего, так это бринчу иногда, что называется, в узком кругу друзей. Вот техника игры, да, когда мы можем разложить все это по аккордам, все это можем разложить, да, по грифу. Или душа? Что на первом месте? У меня, на самом деле, как у педагога, да, у меня переизбыток информации в голове. Поэтому у меня второй вылезает скорее. То есть я, в принципе, с Васями разговаривали, да, как будем играть. Я говорю, ну, куражи. Кураж главное. Кураж – чувство. Чувство, да, именно задор, да, вот такой. Вот, потому что знания, они очень часто мешают, они отвлекают. Когда я играю то, что слышу, то есть я слушаю музыку как бы ушами, вот есть такой термин, да, музыка, играю ушами. Вот это, мне кажется, самое лучшее, что может быть. Не здесь, а вот здесь, и воспринимаешь, отталкивайся от того, как все это звучит. Я это услышал. Тогда такой вопрос. Слушай музыку. Это, кстати говоря, всем вопрос. Василий, бери микрофончик. Скажи, пожалуйста, я по себе знаю, и знаю очень много людей из мира кинематографа, которые смотрят кино, и каждый звукорежиссер. Звукорежиссер, ага, вот здесь машинка проехала, здесь воробушек чирикнул, здесь, значит, деревья покачались. Оператор смотрит, ага, здесь стоит один приборчик, здесь стоит другой приборчик, здесь, значит, камера наехала, туда-сюда. Музыканты, которые, как вы, занимаетесь музыкой профессиональной, я так и скажу, вы, слушая музыку, слышите, вот здесь он вот это сделал, вот здесь он вот так сделал, вот здесь он вот так вот сделал. То есть вы оцениваете музыку не как музыку, а именно с профессиональной точки зрения, как это сделано, вот. Да, я тебя понял, хороший вопрос, можно привести такой пример, надеюсь, получится на него ответить другим способом немножко. Картину рисует художник, он подходит близко к холсту, ну вот на это расстояние, на расстояние руки, и начинает рисовать. С этого расстояния ничего не понятно, каракули какие-то, но стоит отойти на 10 метров, и ты видишь, что вот она картина. Нет, еще раз. Философски, надеюсь, наш телезритель, который до нас дозвонился, что-нибудь о другом нам расскажет или спросит. Добрый вечер, давайте пообщаемся. Можно задать вопрос, да? Ну, конечно. Здравствуйте. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, вопрос ударнику вашему барабанщику в вашем эфире. Кто является его кумиром, потому что у него очень хорошие композиции, все-таки разноплановость уже чувствуется, ощущается. А все-таки кто не кумир, и, ну, в принципе, вот то, что ему ближе. Вот, давайте об этом. Спасибо большое за звонок. Спасибо, спасибо за вопрос. Да, вопрос хороший. На самом деле я, как и все, человек разноплановый и разного настроения. Молодец. Ты прямо сейчас о себе прям всю правду рассказал. Я человек разноплановый, ну, я тоже, наверное, да. Ну, а зачем врать, если так и есть? Молодец. Соответственно, слушаю разную музыку. И нет, не могу что-то прям конкретное выделить. Естественно, как и все, очень люблю рок-музыку. Это несомненно. Когда был помоложе, очень нравилась группа «Металлика». Конечно, до сих пор нравится. Ты сейчас прямо можешь... Вот, когда я был помоложе, мне нравилась группа, и я сейчас уже сижу, жду «Ласковый май». «Металлика». Да, естественно, рок-музыка доминирует. Ну, соответственно, группа «Кино», «Цой» — это недосягаемо. То есть это такой уровень, который надо просто понимать. А так, ну, слушай все, джаз, электронную музыку. Никаких проблем с этим нет. Передавай микрофон Ивану, и я ему задаю вопрос. А у тебя работает твой микрофончик, да? Наверное, работает. Ну, я надеюсь, что работает твой микрофончик. Будем считать, что он работает. Примерно тот же вопрос. Я просто хочу узнать и твое мнение. Как ты слышишь музыку? Ведь можно, да, ну, если брать целый оркестр, да, например, виолончелист слышит, как играет виолончель во всем сводном, да, оркестре. Ты слышишь, слушаешь всю музыку, или все-таки есть моменты, когда ты выделяешь для себя басовую партию? Ну, конечно же, есть такие моменты. Ну, и не только басовая партия. Иногда это может мешать даже слушать музыку. Иногда ты начинаешь как-то концентрироваться на каких-то, вот он так, вот здесь. Ну, просто это ты смотришь на тот же предмет, но, может быть, с другой точки зрения просто ты его видишь. Ну, например, как-то автомеханик может раскрыть капот и рассматривать машину, да? Олег, перебью этот тот же ответ из той же серии, что я с картиной. Я после эфира тебе… У тебя картина, у Ивана автомеханик. Нет, мы же группа, мы команда. Я тебе скажу, можно я отвечу? Я просто знаю, что такое басист. Я много где играл и с кем-то не играл. Он предупреждает просто. Да, да, да. И басисты в группе – это отдельная каста. Как вратари в футбольной команде – это отдельная каста, так и басисты. Это очень своеобразные люди. Это, я не знаю… Ну, мы-то видим по Ивану. Мне до конца не хотелось в это верить, но это так. Теперь меня точно в этом убедили в группе «Зеркало». В некоторых группах мне приходилось быть переводчиком. То есть сначала я узнавал у басиста, что он хочет сказать кому-то, а потом уже переводил людям. А потом он узнавал, что басист хочет сыграть. И переводил по другим музыкантам. Но это вечный процесс. Я тебе после эфира покажу смс, который мне написал. Я полночи не спал. Разгадывал я. Друзья мои, не так много времени. У меня остается. Еще хочется послушать. Давайте исполним. И я уже подготовил, Алексей, тебе вопрос. Так что пока будешь петь, знай, что у меня к тебе есть вопрос. Ну что ж, по року. По какому такому пороку? У нас есть такая песня, такая немножко страшноватая песня. Она называется «Город». Город. Мы пытаемся вот этой песне, вот это вот явление, вот Москва, это же мегаполис, не просто город. Вот это явление, город, это вот наш взгляд на город. Ну, давайте узнаем ваш взгляд на город. Может быть, к видному подойдет. Субтитры создавал DimaTorzok В этом городе огромном, в этой маленькой стране своих законов. Все расписано задолго и доходчиво вполне для миллиона. Ни истории, ни судей, персональных нет. В отпечатках серых будней твой след. Субтитры создавал DimaTorzok В этом городе огромен просто целый полигон закрытых окон. Очень красочно одет он, очень крепко заплетен в единый кокон. Среди праздничных улиц и роскоши ветрен. Субтитры создавал DimaTorzok И тихо бьется под стеклом, чтобы не сойти с ума. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это место ожидания, эта сторона надежд Так манит, манит Это место ожидания, эта сторона надежд Обманит, обманит Это место ожидания, эта сторона надежд Так манит, манит Это место ожидания, эта сторона надежд Я скажу абсолютно честно, слушая эту композицию, я старался отключиться от слов. Я старался услышать в музыке передачу состояния этого города. И у меня сразу несколько этапов получилось, какой он город бывает. Ведь Москва же она тоже бывает. Не всегда она бывает вот такой. Она бывает и красивой, она бывает мелодичной. И все это, в общем-то, собралось в этой песне. Спасибо. Удалось. 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 Спасибо. Почему еще я старался не вслушиваться именно в слова? Потому что слова, они порой, ну не порой, наверное, они передают. Телиные чувства, эмоции, они же не только музыка. Состояние. Состояние, да, конечно. Вот если брать стихи, которые ты писал вначале для своих песен, и те стихи, которые ты пишешь сейчас. Произошла какая-то, не знаю, девальвация ценностей, там, не знаю, взглядов, мировоззрений, мнений? Безусловно. Такой же процесс происходит, как у нас сейчас, например, в аранжировках. То есть мы лишнее отсеиваем. Естественно, что какой-то романтизм детский, юношеский романтизм, он уходит. Приходит понимание. Приходит понимание, ум. И порой он мешает. К сожалению, так есть. Тебе приходит понимание, но он мешает тебе. Он начинает доминировать и начинает мешать тебе чувствовать. И вот это вот главная проблема вообще. Вот ты знаешь, юношеский максимализм, например, да? А сейчас уже опытный мужчина, да, как опытный муж. Скажи, пожалуйста, меняются взгляды или меняется средство подачи материала? Например, на мне была белая рубаха, да? Или там на закате моя рубаха расцвела буйными красками. То есть мы говорим об одной рубахе, но разными словами, разными подходами. Что меняется тебе? Меняется и то, и то, на самом деле. Потому что, естественно, среда, в которой мы живем, она накладывает свой отпечаток, ситуацию, в которую ты попадаешь. Это очень важно, какие ты делаешь выводы из этого, как ты из этого выходишь. Конечно, мы, вот собравшись, да, вот наша команда, мы двигаемся определенным образом в пространстве. У нас есть уже определенные свои связи, наработанные, как мы. И мы стараемся все-таки к позитиву. Позитивно. Да, Леш, извини, что перебиваю. Тогда такой вопрос. Если мы телевидение работаем для телезрителей, вы, музыканты, работаете для своего слушателя. С годами меняется слушатель у вашей группы? И вообще, в общем, если брать, насколько сейчас публике нужны... Нужны... Я не раз это говорю, Суси Пуси. Сейчас. Нужны тексты? Нужны. Тексты, которые писали, ну, не знаю, Цои, Бутусовы, Шевчуки и так далее. А Пушкин нужны? Пушкин сложнее. Если отвлечься от того, что это часть школьной программы. Я не знаю ни одной роковой композиции на стихе Пушкина. И, кстати, очень важно, извините, перебью на секундочку, очень важна среда, например, в которой находятся дети, воспитываются. Например, я езжу, вот еду в машине, да, я не ставлю Суси Пуси, со мной ребёнок, дети. Я ставлю, как Вася говорил, Цоя, я ставлю Пэт Мэттени, я ставлю Стинга, я ставлю классику и так далее, джазменов. Вот, это очень важно. Среда, в которой дети... Вот, мне бы очень хотелось, чтобы и наши телезрители это понимали, что на лучшем воспитываются, да, воспитываются дети на лучшем. Как и я воспитывался на музыке. Да, да. Вот на такой музыке. Да. Или я хотел добавить? Да, я хотел добавить, что я пытаюсь прививки своей, у меня трое детей, вот, ну, я пытаюсь потихонечку прививки делать тоже классика и джазу, поскольку я ещё джаз сам играю, вот, я тут обнаружил у себя залежи пластинок старинных, вот, купил себе патефон, вот, граммофон такой, вот, и вот сейчас стараюсь каждый вечер хотя бы одну пластинку заводить слушать. Даже если это фоном звучит, всё равно это входит, это всасывается в кровь, вот, ну, патефон такой с МП3, там, с радио, знаете, такие девайсы. Ясно. Друзья мои, у нас прям буквально, мне кажется, остаётся времени на одну композицию. Я всегда удивляюсь, как время вот сжимается здесь, как в прошлый раз, такое ощущение, что прошло полчаса, мы ничего не успели поговорить, ничего не успели попеть, а время час прошёл, это удивительно. Вы уж простите, ребят, это на самом деле всё из-за меня, я всё говорю, говорю, говорю. Нет, нет, очень, очень интересно, действительно одна песня осталась, да? Да. То есть надо что-то сказать ещё перед песней. Да, перед песней. Я ещё раз хочу тебе сказать огромное спасибо, что ты нас позвал к себе в гости, это очень приятно. Всегда. Если получится ещё раз. Всегда. Мы с удовольствием придём, потому что нам есть что показать. Спасибо большое всем моим родным, близким, музыкантам, которые с нами работают, Андрея Сидоренков. Сегодня вот не приехал, не смог, к сожалению, скрипач Булат Гафаров, работающий, сотрудничает с нами, со своим проектом «Токи Ча», тоже очень интересный проект. Кто-то ещё хочет что-то сказать? Всем спасибо. Всем спасибо, все свободны. Всех, в мире, мира, добра, счастья. Отлично. Василий, прям буквально? Что буквально? Два слова. Раз, два. Спасибо. Ну что ж, я обращаюсь к нашим телезрителям. Спасибо огромное, что всё это время вы были вместе с нами. Смотрите «Квартирник», смотрите телеканал «Видное ТВ». Всё самое интересное на нашем телевидении. Группа «Зеркало», я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Спасибо большое. Хотим закончить песней. Она называется «В осень». «В осень». В осень. В осень. Да. «В осень». «В осень». «В осень». За потоком серых дней И убывающим теплом Тонет вечность и мгновенье Меж реальностью и сном И знакомые черты Как привычные уму Красно-желтые сюжеты Тянут нужную струну В небе птицы стаи Танют, оставляя На земле холодной Только в день Не печалься сердцем Отправляясь следом В осень В осень Субтитры подогнал «Симон» От прекрасной ноготы Субтитры подогнал «Симон» Не печалься сердцем Субтитры подогнал «Симон» В осень Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»